На лето в Черногорию, наконец, на Кубе мир. Всем привет! В эфире Универ Юз, а в студии Арина Мухаммедшина. Еврокомиссия выделит более миллиона евро на содействие укреплению верховенства права в Черногории и ее подготовку к вступлению в шенгенскую зону. Что это значит для россиян, расскажет Николай Суховский. На собрании Еврокомиссии была поднята тема о выделении Черногории 1,3 миллиона евро. Общая цель программы по содействию укрепления верховенства права является подготовка страны к вступлению в шенгенскую зону. Как отмечается в документе о содействии укрепления верховенства права в Черногории, основное внимание будет уделяться поддержке органов государственной власти, а также предоставление высококачественных услуг гражданам и бизнесу. После подписания контракта объем финансирования составит 1,3 миллиона евро. Срок осуществления плана – 3 года. Если говорить именно о вступлении в шенгенскую зону любого государства, здесь плюс только один большой, то что действительно внутри этого пространства перемещение граждан становится более свободным, практически неограниченным. Черногория оставалась основным туристическим направлением для россиян. Только в ноябре прошлого года страну посетило около 100 тысяч российских туристов. Российским гражданам, чтобы попасть в Черногорию, виза была не нужна. Но теперь с принятием контракта все поменялось. В целом нужно отметить, что любая тенденция, которую сегодня Черногория реализует на пути, будь то в Европейский союз, будь то по участию блока НАТО, будь то присоединение к антироссийским санкциям, оно, конечно, никак позитивно на российско-черногорских отношениях отразиться не может. Черногория до 2006 года входила в состав Сербии. Туризм в Черногории с 1980-х годов становится популярен, а вскоре и вовсе превращается в одну из ведущих отраслей экономики страны. Поток иностранных путешественников вырос на 39% в 2009 году. В настоящее время половина бюджета поступает за счет туризма. Но будет ли все так же после вступления Черногории в шенгенскую зону? Если мы посмотрим на ту позицию, которую Черногория сегодня, например, занимает в отношении России, то она получит и те же самые проблемы, которые сегодня имеет Евросоюз. Ну, в частности, в сфере энергетики. Поэтому сказать о том, что вот это будет благотворный процесс для Черногории вот так вот, что если при сохранении санкций, полностью придерживаясь курса Брюсселя, я думаю, что полностью позитивной тенденции не будет. Россияне с ноября получают шенгенскую визу вне упрощенного режима. Это значит, что виза стала дороже и увеличилось время получения визы. Цена выросла с 35 евро до 80, а срок действия уменьшился под даты поездки. Для сравнения, в 2019 году в Черногории россиянам можно было пребывать около 90 дней без шенгенской визы. Как отмечают аналитики, уже к 2025 году Черногория войдет в шенгенскую зону, а это сильно ударит по притоку российских туристов в страну. В целом, политика Европейского Союза, в том числе и с точки зрения шенгена, она направлена на то, чтобы любыми путями затруднить продвижение российских граждан как туристов. Доступ туристов в Черногории, конечно, будет более сложным. Согласно описанию контракта, главной целью является помощь Министерству государственного управления Черногории эффективно и рационально осуществлять стратегию реформы государственного управления на 2022 по 2026 годы и план ее реализации. Николай Асаховский, Адалина Абдрахманова, Универньюз. На Кубе в местных банкоматах начали принимать карты российской платежной системы МИР. Подробнее в сюжете. Карта МИР является российской национальной платежной системой, 100% акций которой принадлежат Банку России. На данный момент Россия продолжает диалог с зарубежными странами о расширении приема карт МИР. На Кубе они уже начали работать, но пока только в местных банкоматах. Также прорабатывается возможность использования в торгово-сервисных предприятиях. Эксперты утверждают, что Куба осуществила работу данной платежной системы для привлечения российских туристов. Основной мотив, я так думаю, это привлечение туристов. При наличии возможности расплачиваться на Кубе карты МИР, большее количество туристов выберет именно эту страну. И, что немаловажно для кубинцев, люди смогут потратить больше денег. Естественно, что в этих условиях расходы у туристов будут выше, а доходы кубинцев тоже будут выше. В настоящее время на сайте Национальной системы платежных карт Российской Федерации информация о странах, в которых принимаются карты МИР, недоступна. Но по данным средств массовой информации, 11 стран уже используют платежную карту. Возможность приема также обговаривается с Ираном, Египтом и Венесуэлой. Я думаю, что этот процесс будет постепенно нарастать. К сожалению, здесь присутствуют две препятствующие этому вещи. Поэтому процесс идет очень медленно. Если бы не это, то процесс шел бы гораздо быстрее. И, по крайней мере, в тех странах, которые традиционно посещают российские туристы, карту МИР бы уже принимали. Препятствием принимать данную платежную систему в других странах, по мнению эксперта, является то, что при эксплуатации могут возникнуть технические проблемы. Также есть опасения вторичных санкций со стороны США и других недружественных стран. Напомним, что Национальная платежная система МИР появилась в 2015 году. И выпуск карт на базе Национальной платежной системы начался в том же году, в декабре. Корпус Института управления экономикой и финансов – одно из самых загадочных зданий Казанского федерального университета. Чтобы не потеряться в нем, любому первокурснику точно пригодится проводник. Почему в здании несколько блоков и по какому принципу они расположены, расскажет Маргарита Михайлова. В центре города Казань на холме между улицей Бутлерова и Щербаковским переулком располагается величественное здание с длинной лестницей. Это корпус Института управления экономикой и финансов. Лестница, ведущая к нему, чем-то напоминает Потемкинскую из фильма «Эйзенштейна». Туристы, проезжающие мимо корпуса на Бутлерова, с ужасом представляют измученных студентов, которые за дня в день поднимаются и спускаются по ней. Но на деле задача эта не такая уж и сложная. Длинные лестничные пролеты значительно облегчают подъем. Строился корпус на Бутлерова со значительным перерывом во времени. Всего у него четыре блока. Проектирование первоначального проекта началось во второй половине 30-х годов прошлого века. В октябре 1936 года были утверждены эскизы архитектора Юлия Савицкого. Здание совмещает в себе элементы конструктивизма и классицизма. Можно сказать, что оно выполнено в стиле постконструктивизма, с элементами сталинского ампира. Внутри корпуса на Бутлерова функционируют самые разные помещения, от учебных до спортивных. Да-да, все верно. Внутри корпуса есть спортивный, читальный и даже профессорский зал, в котором проходят различные консультации. Есть также и столовая. Вообще исторически столовая была всегда двухэтажная. Потом, когда мы поняли, что поток студентов уменьшается, очень много точек открыто рядом, в Советском Союзе такого не было, столовая стала одноэтажной, второй этаж был переделан по центру магистратуры, а вот третий и четвертый этажи были надстроены уже в 90-е годы. Вот такое здание многофункциональное, этапно строящиеся, вот исторически, вот все это было закончено где-то в 95-м, в 96-м годах. Интересно, что строительство здания было прервано на несколько лет. Причина – начало Великой Отечественной войны. Продолжено строительство было уже начиная с 1945 года. Причем в состав бригад входили уже не только советские граждане, но и пленные немцы и японцы. Кстати, именно они построили знаменитую 80-ступенчатую лестницу перед центральным входом – яхтовый зал, который в буквальном смысле находится под землей, в недрах холма, на котором построено здание. Такое интересное, сильное, я бы сказал, решение, когда здание закругленное, плюс еще подкреплено такой большой лестницей. Ну, собственно, лестница носит как, конечно, эстетический характер, так и функциональный, да, чтобы подняться на холм к главному входу, лестница должна была там появиться. И вот такой, это общий ансамбль, да, такой архитектурно-ландшафтный ансамбль, его даже можно назвать. Когда вот эта лестница, она в контексте с этим зданием по проекту, там еще были перекидки мостов через улицу Бутлерово на холм с Мулануром Вахитовым. Это здание приводит в замешательство каждого, кто оказывается здесь впервые. Идешь себе по шестому этажу и внезапно оказываешься на втором. За это его в шутку называют Хогвартсом. Лестницы здесь, конечно, сами по себе не двигаются, но новичкам ориентироваться в корпусе на Бутлерово сложновато. Никогда не знаешь, где окажешься, свернув за угол. Сами сотрудники отмечают, что никакой закономерности в расположении аудитории нет. Чтобы не потеряться, нужно просто их запомнить. А вообще специалисты говорят, что именно корпус экономического института на Бутлерово стал основой для последующего формирования архитектурного облика города. С отсылкой на него построены многие близлежащие здания, в том числе Институт филологии и межкультурной коммуникации на Татарстан-2. Сейчас в корпусе на Бутлерово базируется Институт управления экономикой и финансов, Центр цифровых трансформаций и Центр магистратуры. Но кто знает, может он хранит и другие тайны. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Универньюз. 14 марта в Поволжском университете спорта и туризма прошел голоконцерт третьего регионального этнокультурного фестиваля «Ижжат Ашатынычлы Хэмберденлеке» творчества мира и согласия. На фестивале выступали студенты вузов республики с творческими номерами. В них отражались традиции культуры народов Татарстана. Были представлены номера по направлениям хореография, вокал и инструментальная музыка. Художественное слово. Сегодня у нас только отбор. Проходил три дня. И сегодня мы уже в полном объеме по всем правилам голоконцерта представляем сегодня лучшие номера, которые были отобраны нашим авторитетнейшим жюри. Популяризация традиционных форм народного творчества в молодежной среде – одна из основных целей проведения фестиваля. Он проводится при содействии комиссии при Раисе Республики Татарстан по вопросам сохранения и развития татарского языка. Организаторами выступали по Волжске, Университет спорта и туризма, Министерство по делам молодежи Республики и Министерство образования и науки Татарстана. В этом году количество участников возросло почти в три раза. Всего принимало участие 540 человек. Студенты-победители и образовательные учреждения были отмечены и награждены денежными призами. Лилиана Урманова, Карина Саяхова, Александр Кузнецов, Универньюз. На этом все. В студии была Арина Мухаммедшина. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова